Кваса нет. Такую фразу можно услышать сейчас и часто в магазинах. Многие ставропольцы спасаются от жары именно с помощью этого старинного русского напитка. Различные виды кваса производят и в нашем регионе. Хлебный, окрошечный, с изюмом, медовый, даже свекольный. Это все ассортимент продукции лишь одной из компаний Краевого центра. Анне Кривецкой захотелось не только кваску, но и узнать, как его готовят. Смотрим сюжет. Первый этап, самый основной, основополагающий, это производство именно в чем секрет хлеба. То есть мы его сами приготовим, сушим, подготовим для работы. Это вот, пожалуйста, именно вот это сырье основное, из которого уже получается квас. Для производства напитка используют два вида хлеба – белый и черный. В специальных машинах хлеб режут, а после сушат в печах. Особенность еще в чем заключается. Вот весь хлеб, который мы обрабатываем, перерабатываем, да, проходит термическую обработку при 260 градусах. То есть убиваются все хлебные дрожжи. И сбраживание именно происходит именно не из-за дрожжей хлебных, а из-за кваски, которые у нас есть. То есть закваска у нас уникальна. Второй и основной этап в производстве – сбраживание. Для этого понадобится три компонента – хлеб, сахар и очищенная вода. Есть определенные емкости у нас, которые внутри специальным пищевым полипропиленом покрыты. То есть черные, да. Потому что квас любит темноту. Когда здесь уже все заложено, здесь выключается свет, и он бродит определенное количество времени. После сбраживания начинается третий этап – двухуровневая фильтрация. Далее напиток подается на линию розлива. В этом году на предприятии «Русский двор» установили полностью автоматическую линию розлива. Технология производства специфическая, потому что в этом квасе должно присутствовать почти 10 микрон хлеба, то есть хлебный осадок. Его не убирают полностью специально, чтобы напиток приобрел неповторимый путь. И вот мы столкнулись, что многие заводы не могут произвести. То есть они привыкли уже, работают под общую линейку производителей, которые делают, грубо говоря, уже профильтрованные, очищенные. Или вообще там не применяются фракционно ничего, работают на сырье, которое там, я не знаю, или порошковые, или там сусла какие-то варятся. И там фракция прохождения очень маленькая, то есть для нашего производства это не подходило. И поэтому непосредственно «Карпотский завод» разработал для нас именно вот эту линию розлива, блок розлива, которая непосредственно может пропускать такую фракцию, которая нас устраивает. Линия достаточно мощная, может производить 3000 бутылок в час, а за смену 30 тысяч. После того, как непосредственно наш квас уже прошел все этапы брожения, вот мы сейчас вот придем в этапе смотрели, когда бутылка уже готова, то есть он поступает непосредственно вот в этот холодильник. Вот холодильник на 120 тонн у нас. А в этом холодильнике непосредственно у нас хранится уже готовая продукция. А далее полуторалитровые бутылки кваса отправляются на реализацию. Домашний, окрошечный, с изюмом, свекольный и медовый. К пяти видам кваса скоро добавится еще один очень необычный вкус – цитрусовый, с добавлением лимона и апельсина. А называться он будет лимончелло. А более подробно о новом вкусе кваса, о технологии приготовления напитка и о производстве можно узнать из нового выпуска программы «Сделанная на Ставрополе». Не пропустите. Сегодня в 20.15. Анна Кривецкая, Олег Байкулов. Ставропольское телевидение.